журналисты в перестроечные годы воспринимались как герои ходили слухи что якобы из останки на какой-то специальный кабель проложен 2 возможность там нажать какую-то чудо кнопку и пишет он машину это остановить у нас президентом стал просто тракторист из низу то есть человек сделал вот такую карьеру стал президентом самой большой страны в мире гнал просто я однажды в одном из городов просто на ходу экспромтом придумал такую фишку что гагарин жив с такого часа можно было там привести там и 300 и 500 рублей при том что во взгляде допустим гонорар был 40 рублей на всех выпускающих но мы знаем что некоторые ли покупают целые квартиры что складировать на личный день как выяснилось в общем-то народную любовь можно конвертировать в ту самую икру а обратно кстати пока ни у кого не получилось нравятся интересные познавательные ролики тогда подписывайтесь на лектории достоевский только самое важное и увлекательное приятного просмотра приветствую вас меня зовут евгений доделев я журналист и медиа идеолог и сегодня мы с вами поговорим о том как медиа отрасль развивалась с момента развала советского союза и по наши дни вот еще одна вещь конечно который сейчас невозможно и которая совершенно не горжусь это вот мой сюжет про то что саддам хусейн это внук стали что якобы джугашвили сын сталина не был расстрелян в концлагере тот концлагерь где он содержался был освобожден союзным союзными войсками британскими вот что британцы взяли его в разработку что он боялся вернуться чтобы не быть репрессированным как враг народа и предатель и что британцы его отправили потом в ирак и там так получилось что он стал значит вот отцом саддама хусей мы с режиссером а татьяна и дмитраковой которые обладательницы тэйфи в общем очень очень заслуженная дама т.в. дама сделали даже такой вот не было же тогда никаких очень инструментов для работы с картинки мы просто совмещали портрет саддама хусейна и сталина потому что мы сделали очень большой развернутый сюжет и поехали уже не с дмитракова а с иваном анчим демидовым который другой был режиссер взгляд и папа папа позднее стал культовым рулевым музовоза мы поехали в иракское посольство для того чтобы ну какой-то комментарий получить я до сих пор помню лица иракских дипломатов в 90-е годы повторюсь были годами все дозволенности трэша и легких денег потом пришли нулевые годы как говорят путинского гламура то есть это вообще были годы гламура когда появились эти журналы когда появился глянец многие заводили этот глянец не как бизнес я тайлу истоков одного из первых журналов глянцевых обозреватель который делал такая олигархическая группа микро один там просто самого начала скажем и денег не хотим зарабатывать мы там хотим вот решать вопросы они там с гусинским что-то недели просто поэтому журнал заводился стоит для того чтобы под новый год опубликовать шикарные на несколько разворотов рецепт как приготовить гуся это такое вот был было письмо вы все-все там олигархи ржали а то что там тираж был достаточно большой все воспринимают просто как рецепт новогоднего блюда это вот людей не занимало деньги тратили легко деньги были огромные кстати петр спектр который был главным редактором я его замом он даже прикола ради приглашал самых маститых именитых матерых журналистов типа на консультацию 500 долларов мы платили там и павлу гусеву и виталию коротчу бывшему главному редактор огонька вот просто он собирал людей которые были в той системе координат как бы вот такими крупными игроками для того чтобы они просто ну типа консультировали то есть я говорю что деньги не считались но нулевые годы закончились сейчас пост после дела когда наступили десятые годы в медиа отрасли оформилась тенденция которая существует и поныне мы живем вот совершенно определенный параде когда каждый выбирает свою медийную реальность человек читает определенные издания и он живет вот в этой вселенной в это в этом мире и он просто отфильтровывает ту информацию которую ему не комфортно он называет нам фейком это у него там есть там эхо дождя и вот он вот видит в определенным все ключи есть там люди которые видят прямо противоположно есть какая-то правда где-то она есть но факт фактически я сейчас не могу назвать ни одного канала ни одного интернет портала ни одного ресурса который был бы рафинирована стопроцентный правдивым потому что у каждого издания есть собственник это может быть государство это может быть частное лицо и конечно журналист может писать и говорить то что он думает но не на той площадке которая оплачена собственник а для того чтобы взять и вот просто с нуля там на том же не знаю каком-нибудь виде хостинге на том же ютюбе лет еще взять и подняться ну не знаю здесь поймем талант что-то еще надо то есть в общем то все равно нужны деньги поэтому сейчас медиа отрасль после чернухи все дозволенности девяностых после гламура десятых она вот перешла вот в такую вот стадию расслоения параллельных миров медийных миров еще раз повторю каждый потребитель зритель слушатель читатель выбирает определенное количество спикеров которым доверяет определенное количество ресурсов изданий и живет ровно вот в этой парадигме что нас ждет дальше я не знаю я исхожу из того что возможно что история развивается по спирали и нас снова ждет возможно цензура советского образца возможно чернуха образца девяностых или может быть придет новый главу якуб джига под таким именем известен в ираке яков джугашвили сын сталина считалось что в конце войны он погиб в нацистском концлагере как известно сталин отказался обменять его на фельдмаршала паулюса однако яков чудом спас и был переправлен гитлеровцами на ближний восток где его попытались обменять на одного из генералов союзнических армий состоялся ли обмен ответить трудно но после окончания войны джига осел в ираке и некоторые следователи предполагают что сын сталина был первым мужем матери нынешнего лидера ирака саддама хусейна такова версия газеты собеседник кто занимается проверка этой информации много источников из которых мы получаем информацию но нужно каждый источник действует нас параллельно независимо друг от друга где берется информация откуда скажем информация о том что ченгизайт матов назначается послом луксенбург у нас было за полтора месяца не того как нас дала известная общественность получили просто машинистки которые печатают проект приказа назначения медицца как не называть не фамилия машинистки предназначения работа а сумму которую вы заплатили назвать можете вот если касается конкретно нее то тут мы обошлись без страты денег столица советского союза город-герой москва припорошенные снегом стены старинного кремля по-своему хороши в эти морозные дни москва всегда рада друзьям из какой бы далекой страны они не пребывали в любое время года их ждет тепло открытых сердец советских людей немалую роль в деле сближения народов играют дружественные визиты партийных и государственных руководителей внуковский аэропорт столицы 31 января 1977 года член политбюро цк кпсс председатель совета министров ссср косыгин кандидат члены политбюро цк кпсс секретарь цк кпсс пономарев другие официальные лица встречались заместителя генерального секретаря регионального руководства партии арабского социалистического возрождения заместителя председателя совета революционного командования иракской республики саддама хусейна прибывшего в москву по приглашению цк кпсс и советского правительства с официальным дружественным визитом в честь высокого гостя на летном поле был выстроен почетный караул московского гарнизона честь вашего приезда столицу советского союза город-герой москву построен то есть Субтитры создавал DimaTorzok Саддам Хусея и Алексей Николаевич Косыгин обходят строй почетного караула. Субтитры создавал DimaTorzok В тот же день в Кремле состоялись переговоры между партийно-правительственными делегациями Советского Союза и Иракской Республики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Сосуществование, равенство народов, выработанные Лениным, являются основой внешней политики Советского Союза. Саддам Хусейн возложил венок к мавзолею вождя мирового пролетариата. Субтитры создавал DimaTorzok Горит вечный огонь. В годы Великой Отечественной войны 20 миллионов советских людей отдали жизнь, чтобы защитить свою родину, спасти человечество от гитлеровского фашизма. Память о героях будет жить вечно. Более 30 лет над страной советов мирное небо. Наш народ занят созидательным трудом. В жизни советских людей год 1977 особенный. Это год 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Крупнейшего события 20 века, которое повлияло на судьбы многих государств и народов. 1 февраля от имени ЦК КПСС и советского правительства в Большом Кремлевском дворце был дан завтрак в честь Саддама Хусейна. Вместе с высоким гостем на завтраке были члены партийно-правительственной делегации Иракской республики. Советские люди высоко оценивают революционный опыт, накопленный иракским народом под руководством партии Арабского социалистического возрождения в борьбе за проведение социально-экономических преобразований и строительство независимой национальной экономики Ирака. В ходе визита Саддам Хусейн знакомился с культурной жизнью столицы. В центральной ложе Кремлевского дворца съездов вместе с высоким гостем находились товарищ Косыгин, другие официальные лица. Балетный спектакль Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». КОНЕЦ КОНЕЦ Министерство иностранных дел СССР. Здесь состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел СССР Кузнецова с министром иностранных дел Иракской республики Саадуном Хаммади. КОНЕЦ Были обсуждены вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Сейчас практически нет такой отрасли иракского хозяйства, где бы ни осуществлялось сотрудничество Ирака с Советским Союзом. КОНЕЦ Знаменательным событием явилось завершение в 1976 году строительства первенца национальной нефтяной промышленности нефтепромысла в Северной Румынии. В торжественной церемонии открытия его первой очереди в 1972 году принял участие Алексей Николаевич Косыгин, находившийся в то время в Ираке с официальным дружественным визитом. КОНЕЦ Наши страны сотрудничают в таких ключевых областях экономики Ирака, как нефтедобыча, энергетика, машиностроение, ирригация. Совсем недавно был введен в эксплуатацию нефтепродуктопровод «Багдад-Басра». Это сооружение построено при техническом и экономическом содействии Советского Союза. Реальным воплощением плодотворного сотрудничества является предприятие по производству антибиотиков в Сомали. А вот еще конкретный пример – завод сельскохозяйственных машин «Вель-Искандерин». При участии Советского Союза в Ираке строится более ста промышленных и других объектов. Почти половина из них уже введена в действие. В том числе такое уникальное сооружение, как канал от озера Тартар до реки Ефрат. С его открытием иракская столица избавилась от угрозы губительных наводнений. Обеспечены условия для поливного земледелия на огромных площадях между речей Тигра и Ефрат. Отношения между Советским Союзом и Иракской Республикой строятся на основе равноправия, уважения и суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга. 3 февраля состоялась встреча генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева с заместителем генерального секретаря регионального руководства партии арабского социалистического возрождения с заместителем председателя Совета Революционного Командования Иракской Республики Саддамом Хусейном. В ходе беседы Леонид Ильич Брежнев и Саддам Хусейн с удовлетворением констатировали, что сотрудничество между обеими странами приняло всесторонний характер и развивается по восходящей линии. Леонид Ильич Брежнев и Саддам Хусейн рассмотрели положение на Ближнем Востоке и выразили серьезную озабоченность, сохраняющуюся напряженностью в этом районе и подтвердили намерения СССР и Ирака всемерно способствовать полному устранению последствий израильской агрессии и установлению справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке. Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке. Всего несколько дней продолжался этот дружественный визит. Он был наполнен деловыми встречами и переговорами, которые явятся новым импульсом в развитии благотворных отношений между двумя странами. В результате переговоров было опубликовано совместное советско-иракское комедике, в котором Москва и Багдад подчеркнули важность сплочения арабских государств на антиимпериалистической основе и их тесного взаимодействия с прогрессивными силами мира и прежде всего с Советским Союзом. КОНЕЦ Нет сомнения, что в историю советско-иракских отношений вписана еще одна яркая страница. Договоренности, достигнутые в ходе переговоров, отвечают интересам обеих стран, являются новым подтверждением глубины сотрудничества между Советским Союзом и Иракской Республикой. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ